МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Школьники в безопасности. На заседании антитеррористической комиссии обсудили готовность школ к новому учебному году. Учителя тоже готовы. В Чебокстарах прошел республиканский педсовет. Король музыкальных инструментов. В Чувашской филармонии заиграл орган. Безопасность школьников на особым контроле. О подготовке образовательных учреждений к новому году сегодня говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Чуваши. Ремонтные работы на этой неделе должны завершиться во всех учебных заведениях. Пока полностью готовы к 1 сентября 97% школ. В ближайшее время еще предстоит протестировать системы экстренного оповещения. Дмитрий Ковалев с подробностями. Серьезных нарушений во время приемки школ к новому учебному году выявлено не было. Этим летом во многих образовательных учреждениях республики провели капитальный ремонт. Где-то благоустраивали территорию, меняли кровлю, где-то классы оснащали современной техникой и пожарной автоматикой. В ходе подготовки к новому учебному году проводятся следующие мероприятия. Это капитальный ремонт в 178 образовательных учреждениях, текущий ремонт учебных помещений в 282 учреждениях, замена ученической мебели, оборудование в 135 учреждениях, благоустройство территорий, это в 234 учреждениях, ремонт и замена охранно-пожарной сигнализации. Пожарными сигнализациями теперь оборудованы все школы Чувашия, но за их безопасность отвечает и специальная рабочая группа. Рабочей группой осуществляется координация взаимодействия с правительственной комиссией по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рабочими группами других органов исполнительной власти Чувашской республики и муниципальных образований. На заседаниях рабочей группы обсуждаются нарушения, выявленные в образовательных учреждениях в ходе надзорной деятельности. На недостатки, которые были выявлены во время приемки школ, закрывать глаза нельзя, отметил глава региона. Результаты этой работы необходимо проанализировать. В ходе оценки приема общепрозывательных учреждений те, какие уязвимые места нашлись, надо их устранять. И при уточнении бюджета нужно закладывать соответствующие средства. Здесь дискуссировать бесполезно, надо просто исполнять. Других вариантов быть не может. Вопросы безопасности в государственной политике ставятся во главу угла. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Республиканская конференция работников образования собрала в Чувашском государственном университете сотни учителей и преподавателей. Уже по традиции перед новым учебным годом вместе с главой республики и представителями администрации они обсуждают проблемы образования и воспитания детей. В конференции принял участие и руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов. На улице перед ДК ЧГУ организовали своеобразную выставку достижений учреждений дополнительного образования. Сегодня у детей есть большой выбор. Каждый может найти себе увлечение по душе. Авиамоделирование, судомоделирование, мотоспорт, клуб исторической реконструкции – это лишь малая часть возможных занятий. Конференцию Михаил Игнатьев открыл докладом о состоянии и перспективах развития, воспитания и образования детей. В республике у нас всегда уделялось особое внимание системе образования и воспитания ребенка. Хочу подчеркнуть, что доля расходов на образование в республике остается самой крупной статьей расходов консолидированного бюджета республики. Только в текущем году на систему образования с консолидированного бюджета направляется не чуть ли 13,5 миллиардов рублей. За последние два года зарплата педагогических работников увеличилась более чем в два раза и составляет в среднем 20 тысяч рублей. Как отметил Михаил Игнатьев, это повышает мотивацию, но результативный труд и тенденция повышения зарплаты будет только расти. В этом году больше тысячи учреждений образования распахнут свои двери, и туда пойдут более 300 тысяч учащихся. Во всех школах обновляются компьютерные классы, оборудование в столовах. Более 96% детей получат качественные горячие обеды. Как отметил министр образования и молодежной политики Владимир Иванов, знание без воспитания, что меч в руках сумасшедшего. Не использовать воспитательный потенциал духовенства, это вообще неразумно. В основе воспитания лежат эмоции человека. Вспомните себя, школьные годы, что из школьной жизни у вас осталось в памяти. Это яркие события, это яркие эпизоды из вашей жизни, из них складывается жизнь ребенка. На конференции были затронуты многие проблемы современного образования, но главное, педагоги и власти хотят их решить. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. До Объединенного педагогического совета руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов встретился с главой Чуваши. Перед официальной встречей с главой региона руководитель Рособорнадзора ознакомился с работой Центра психолого-педагогической реабилитации и побывал в Чебоксарском детском доме. Условиям, которые создали здесь, Сергей Кравцов поставил твердую пятерку. Руководитель федерального ведомства отметил, что система образования в республике развивается динамично. Опыт региона часто рекомендуют использовать и в других субъектах. Чуваши активно развиваются по сельскому образованию. Есть интересные наработки по социокультурным комплексам, которые эффективно можно использовать и в других регионах. «Готов к труду и обороне» – этот лозунг снова актуален. Правда, взамен советской системы ГТО в России разрабатывают новые нормы. Их примут на совместном заседании Государственного совета и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Свои предложения готовит сейчас рабочая группа, в которую вошел и глава Чуваши. На этой неделе в Москве состоялось первое заседание. Подробности нашему каналу сообщил пресс-секретарь Михаил Игнатьев. «Это совместное заседание будет посвящено принятию норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Такой аналог ГТО, который существовал раньше, помните? Кто помнит, наверное, кто сдавал в школе эти нормы «Готов к труду и обороне». Потом где-то в 90-е годы все это закончилось, сошло на нет. Никаких норм уже в школах не сдавалось. И вот сейчас решили этот процесс возродить, новые нормы принять. Но это уже будут новые нормы, они будут ими называться по-другому, и разные возрастные группы там будут определены. А цели и задачи, конечно, одни и те же. Что способствовать развитию массового спорта, способствовать укреплению здоровья наших людей. И для того, чтобы подготовить это совместное заседание, создана рабочая группа. Ее президент и руководителем назначен губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. И он пригласил войти в состав рабочей группы главу Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Понятно, почему Михаила Васильевича пригласили участвовать в этом заседании. И республика наша добилась действительно очень больших успехов в развитии массового спорта. Каждый третий житель республики занимается спортом. Михаил Васильевич рассказал о том, что в День города, в Чебоксарах, мы провели замечательное мероприятие «Зарядка со звездой», куда собралось более 30 тысяч горожан. И надо сказать, что этот рассказ произвел впечатление. Все были удивлены, очень многое расспрашивали. Так что нам есть чем поделиться, нам есть о чем рассказать. Это было первое заседание. Пока только еще разговариваем о том, как будет выглядеть этот физкультурно-спортивный комплекс, как внедряться он будет, какие возрастные группы нужно туда привлечь, какие цели он должен преследовать. Потому что в зависимости от того, какие цели преследуются, в зависимости от этого уже какие-то требования определенные к этому комплексу и будут предъявляться. Хочу сказать, что участвовал в этом заседании президент Всероссийской легкотлетической ассоциации Валентин Васильевич Балахничев. Он передал диплом нам такой. Диплом за подписью президента уже международной организации легкой атлетики, господина Ламина Диака. Это диплом, как бы благодарность, знак признания и уважения за вклад в проведение чемпионата мира по легкой атлетике, который закончился недавно в Москве. Все вы знаете, 7 золотых медалей завоевали российские спортсмены и выиграли зачет. В 22 августа в России день государственного флага. Трехцветное полотнище было официально поднято в 1991 году над Белым домом в Москве, как символ борьбы за свободу и демократию. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазуревой, алой полос официальным национальным флагом России. Триколор заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Немного исторических фактов. Впервые белый, синий, красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Законным же отцом Триколора признан Петр Первый. В январе 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвета, осталось загадкой. Смысл выбранных цветов флага России также не установлен достоверно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, бело означает свободу, синий – богородицу, покровительствующую Россию, красный – державность. Другая версия гласит, что бело символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущие русским людям. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой. В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить триколор и зименить его на революционно-красное полотнище. Накануне аппарат главного федерального инспектора Пучуаши организовал прием граждан в приемный президента страны Владимира Путина. С какими вопросами обращаются жители республики – в нашем следующем репортаже. Жителям республики предварительно нужно было записаться на прием. На их вопросы отвечали представители Министерства юстиции и коллеги адвокатов. Ко мне обратились по земельным вопросам и по жилищным. У нас есть и представители адвокатской палаты, есть и управление Министерства юстиции России по Чувашии, есть у нас бывают и нотариусы, и приставы. То есть есть возможность получить качественные такие услуги. Главный федеральный инспектор Чувашии Геннадий Федоров в день государственного флага подписал соглашение с уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимиром Ивановым. Такое соглашение заключается впервые. Да и сама должность бизнес-омбудсмена появилась буквально на днях. Аксиома, что предприниматели содержат государство, и те вопросы, которые предприниматели ставят перед государством, должны находить наиболее быстрое решение. И те вопросы, которые сейчас есть в предпринимательском сообществе Чувашии, надеюсь, при нашем с вами сотрудничестве найдут наискорейшее решение, Владимир Васильевич. Спасибо огромное за подписание соглашения. Я вас поздравляю, подписываем. Взаимно. Будем совместно работать. Спасибо. Главная задача такого соглашения прежде всего не мешать работе предпринимателей и помогать правильному честному бизнесу, подчеркнул федеральный инспектор. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Уборочная страда подходит к концу. По данным Минсельхоза Республики, уже скошено почти 178 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это почти 80% от запланированного объема. Ожидалось, что нынешний сезон станет богатым на урожай. Посевные площади были увеличены, но плана аграриев нарушила сначала засуха, затем проливные дожди. Были уничтожены более 22,5 тысяч гектаров посевов. По прогнозам будет собрано 430 тысяч тонн зерна, вместо планируемых 500 тысяч. Хотя и это больше, чем в прошлом году. Картофели на полях Республики убрано почти в два раза больше прошлогодней цифры. Правда, урожайность несколько ниже. Полным ходом идет и уборка овощей. В этом году на полях увеличилась и их урожайность. Совсем небольшой по размерам, зато звучит как целый оркестр. Новый музыкальный инструмент появился в нашей Республике. Звуки музыки слушала Ольга Пырочкина. Теперь Чувашская филармония не просто учреждение культуры, а самая настоящая резиденция короля. Точнее, короля музыкальных инструментов. Недавно в концертном зале появился орган. Его приобрела Чувашская академическая симфоническая капелла. Ольга Пырочкина Наличие на сегодняшний день органа Чувашской Республики – это, конечно же, большое событие. Об этом я давно мечтал, об этом я давно думал. Есть симфонический оркестр, но, однако, есть вакуум. В вакуум плане нет органной музыки. В связи с этим я выражаю огромную благодарность правительству Чувашской Республики. В том, что они нас поддержали. И действительно, завет Яковлева выполняется. Надо все сыры прикладывать для духовного, нравственного, мировоззренческого образования Чувашского народа. Именно теперь я называю уже этот зал органный зал филармонии. При упоминании органа воображение всегда рисует образ огромного духового инструмента. Конечно, в зале филармонии не такой гигант, а его аналог с габаритами не более двух с половиной метров в высоту и около двух в длину. Это так называемый электроорган. Малыш обошелся казне в несколько миллионов рублей. Мечта моя сбылась. Идея приобретения органа, она еще была озвучена аж в 80-е годы прошлого столетия. Это очень хороший аналог духового инструмента, очень достойный, я считаю. Это голландская фирма, которая занимается электроорганами. В ближайшее время послушать редкий инструмент смогут все желающие. 18 октября капелла начинает новый 46-й концертный сезон. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах продолжают бить рекорды. Мегафон в честь девятилетия со дня появления сети в Чувашии наградил рекордсменов в мобильном общении и абонентов, которые пользуются услугами связи с момента запуска. О празднике, поздравлениях и призах в нашем репортаже. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До завтра. 9 лет для компании, возраст небольшой. Однако мегафон в Чувашии за это время достиг больших высот. Сегодня компания по праву может гордиться своими рекордами, первый из которых был поставлен прямо в день открытия. 17 августа 2004 года к сети подключились 5012 абонентов. Такую цифру в России еще не смог повторить ни один сотовый оператор. Нина Соляева стала одной из первых подключившихся 17 августа 2004 года. И с тех пор верна своему оператору. На сегодня она является еще и самой общительной. Разговаривает в среднем 22 часа в месяц. С детьми в основном, с внуками, с родственниками, с подругами, друзей очень много. Всегда найдешь с кем пообщаться, позвонить кому. Уникальной номинацией стала надежная связь. Ее победители семья Сергея и Инги Солиных. Ровно 9 лет назад они вместе стали абонентами компании. И до сих пор пользуются услугами мегафона. Почему мы остались с услугами в этой компании? Благодаря тому, что развивались у вас технологии. Компания была такая надежная. Связь находилась в любом месте. Даже мы частенько уезжаем в разовые города. В любом месте надежная связь. Поэтому и не изменяйте. Забота о своих абонентах – не единственная социальная миссия мегафона. Компания регулярно принимает участие в социальных проектах республики. Поддерживает спортивные мероприятия разного уровня. Сегодня впервые побываю здесь. Я увидела, что это действительно высокотехнологичная компания, которая, что важно, реализовывает ряд социально значимых проектов. Я компания Мегафон. Желаю большого плана. Спасибо вам за работу. 9 лет назад наши абоненты установили всероссийский рекорд по количеству подключений за один день. 5 тысяч 12 человек. И сегодня их уже более 650 тысяч. Мы благодарны каждому из них. И особенно тем, кто остается в нашей сети с момента ее запуска в республике. Свою основную задачу мы видим в том, чтобы развивать свои услуги, сохранять качество на высоком уровне. Сегодня Мегафон – это почти 650 тысяч абонентов. 500 базовых станций, которые покрывают все районы Чувашии. Это единственная компания, предоставляющая услуги сети четвертого поколения в регионе. Благодаря этому за 6 лет скорость мобильной интернет-связи выросла с 200 килобит в секунду до 40 мегабит в секунду. А это практически в 200 раз. Какие итоги Мегафон подведет в свой первый десятилетний юбилей, узнаем уже через год. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»